К нашему эфиру присоединяется Игорь Эйдман, социолог и публицист, и с ним будем более детально обсуждать эту тему. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Игорь, вот хотелось бы начать с общего нашего с вами общения по этой теме. Также в нашем сюжете уже предоставлялась информация о том, что до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%. Сейчас эта доля опустилась до 20%. Ну вот, далее я хочу привести цитату. Никто не может потребовать от европейской экономики прекратить поставки газа за одну ночь. Мы не можем творить чудеса, отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. И вот, действительно, если начинать с общего, то насколько ощутим удар по экономике Российской Федерации в общем, сейчас мы не берем только уголь, а в общем уже был нанесен. Как вы оцениваете? И уже в полной мере ли чувствуются последствия уже санкции, которые вступили? Либо все-таки эффект еще будет доходить? Да, конечно, санкции эти очень существенные. Они нанесли существенный удар по российской экономике. Но надо сказать, что вот то, о чем, собственно, говорилось сейчас и в статье канцлера Шольца, и вот вы тоже спрашиваете, это прежде всего касается экспорта энергоносителей. Здесь санкции, собственно, еще только начали действовать. Даже, собственно, не сами санкции, а та истеричная реакция, которую эти санкции встретила с российской стороны. Например, газ никто пока не блокировал, его поставки газа из России. Его планировалось заблокировать эти поставки газа из России только в течение ближайших двух лет. Тем не менее, само российское руководство, видимо, решило, что поезд уходит, и через два года уже поздно будет шантажировать Европу. Она освободится от зависимости от российского газа. И она начала уже сейчас, российское руководство, само сокращать под всех разными предлогами техническими и прочими поставки газа в ту же Германию. И это как бы существенно сказывается, будет сказываться и на ситуации в Германии, но и на ситуации в российской экономике. То есть сами же российские власти здесь как бы убыстряют вот это развитие санкционного давления. Но я хочу сказать, что уголь из России запрещено покупать его, не будет поставок уже с сентября. Нефть с начала будущего года, и газ в течение тоже обозримого будущего будет прекращен из России. И что это, к чему это приведет? Это приведет к полной перестройке как энергетического баланса Европы, так и российской экономики. Российская экономика десятилетиями паразитировала на поставку к энергоносителям, прежде всего, нефти и газа. И главным контрагентом, партнером здесь была Европа. Все, это закончилось. И что бы сейчас ни было, я даже могу предположить, что если сейчас вдруг в России произойдут какие-то фундаментальные перемены, свергнут там Путина, предположим, в России уйдет из Украины, я думаю, что Европа уже и даже в таком случае не будет себя вновь загонять в энергетическую зависимость от России. Европа поняла, что это была большая ошибка. И об этом говорили все, и тот же Шольц, и другие политики, как немецкие, так и другие европейские. Больше вот этой энергетической зависимости не будет. И, соответственно, не будет этих халявных, по сути, нефтедолларов, которые получала российская экономика. И это будет существенный, очень мощный удар по российскому бюджету, по российской экономике, гораздо более сильный, чем все, что было ранее до этого, чем все другие санкции. Но произойдет это, я думаю, к началу будущего года, когда будут полностью прекращены закупки нефти, ну, для само собой, и снизятся по объективным обстоятельствам, в том числе из-за авантюристической политики России, закупки газа. Вот я думаю же, бюджет будущего года не этого, а будущего года будет безумно сложно России свести без этих нефтедолларов. Действительно, вы меня, собственно, и подвели к следующему вопросу, потому что общее экспертное мнение, независимое, по крайней мере, конечно же, не то, которое публикует прокромобилевские средства массовой информации, говорит о том, что Германия сможет в течение ближайшего года полтора, ну, там есть разные сроки, но, тем не менее, главное – это мысль о том, что Германия сможет достичь такого уровня экономической независимости, что позволит изменить политику в отношении Москвы. И мне кажется, это действительно, вот эта фраза и это понимание, это обуславливает исторический момент, в котором живет сейчас не только Украина, не только Россия, которая осмелилась напасть на Украину так подло, но и, в принципе, мир, в частности, Европа. Да, политика вообще Германии относительно России, она уже изменилась. Она изменилась непосредственно после 24 февраля, когда Шольц, выступая в том же Буддустаге, заявил, что все, Россия больше не партнер, мы больше ей там ничем не обязаны, не собираемся больше там перед ней как-то расшаркиваться за историческую вину, так называемую и прочее-прочее. Россия – страна агресса, как он сейчас правильно говорит, не колониальная империалистическая страна, которая угрожает мировому порядку. Это необсуждаемая позиция. Все остальное как бы уже следствие. И понятно, что результат будет такой, что никакого экономического тесного сотрудничества с Россией, с такой Россией не будет. Вопрос там в сроках, как я уже сказал. Дольше всего была история, планировалась история с отказом от российского газа, но здесь Путин, что называется, срубил сам суп, на котором сидел, и фактически сам начинает отказывать Европе от поставки газа. И в результате эта история тоже произойдет быстрее, чем и в Европе планировалось. Но в конечном итоге, через пару лет, Европа будет полностью независима от российских энергоносителей. Это просто уже сейчас очевидно. Но это, видимо, приведет к определенным трудностям, к определенным повышениям цен здесь. Но европейцы готовы с этим смириться. И даже опрос общественного мнения свидетельствует о том, что люди готовы платить больше за электроэнергию, нефть, газ, за бензин, соответственно, но не платить России эти деньги, чтобы она использовала их в своей агрессивной войне, чтобы эти деньги не стали кровавыми, чтобы они не были окрашены кровью жертв этих бомбардировок и прочих злодеяний, которые творит сейчас российские войска в Украине. Так что это вопрос, в общем-то, решенный и даже, скажем так, абсолютно недолгого времени. Что будет с Россией в результате, что будет с российской экономикой, мы это увидим уже в ближайшее время, по крайней мере, я думаю, к началу будущего года, а может быть, даже к концу этого. Вот тут, господин Эйдман, как раз есть и небольшое уточнение, потому что сказали, есть такая пословица, святое место пусто не бывает, да? И если мы говорим, в частности, про уголь, который, в принципе, ну, это не слишком хорошая история для экологии, но говорим про промышленность, например. Казахстан замещает сейчас своими поставками, вот цифру я напомню, что с января до мая текущего года Казахстан прислал полтора миллионов тонн в ЕС угля. Соответственно, также разрабатываются варианты закупки в Африке, в частности, в Танзании и Нигерии. Для Европы понятно, чем может она заместить. Как скоро это может произойти? Либо это уже произошло, ориентируясь на цифры, которые я озвучил. И тогда, если мы говорим про переориентацию на другие рынки, а куда Россия может продавать свой уголь, который не продаст в Евросоюз? Я вообще хочу сказать, что история с углем, она, конечно, важная, но она не основная. Основной источник доходов российского бюджета, в принципе, это экспорт нефти и газа в несколько меньшей степени. Прежде всего, экспорт нефти, на втором месте газ идет. Вот реально, без нефтедолларов бюджет просто тут же рухнет. Значит, газовые доллары тоже важные, но это, что называется, как говорят немцы, ДАЦУ, то есть дополнительный профит. Вот газовые доллары Россия потеряет в ближайшее время полностью. Почему? Потому что она не сможет, это очевидно, переориентировать потоки газа, газовые потоки на какие-то другие рынки быстро, по крайней мере. Потому что, сами понимаете, чтобы экспортировать газ, нужны газопроводы, определенная система коммуникации. Жиженный газ России делать не умеет, так как это делает США, в общем, чтобы это танкерами поставлять. В общем, в любом случае, это как бы газ, это Газпром, и все, гудбай, Газпром, Газпром, ему конец. Потому что они не смогут переориентироваться с европейских рынков, уйдя на другие рынки. С нефтью ситуация сложнее. Нефть, в общем-то, с нефтью переориентироваться на другие рынки гораздо проще. И, собственно, Россия уже этим активно занимается. Увеличивается экспорт нефти в Китай, увеличивается экспорт нефти в Индию. Особенно в Индию увеличивается, потому что Индия никогда, как вы знаете, не была среди крупных потребителей российской нефти. Сейчас она там галлопирующими темпами растет, потом поставки растут в Индию, и через некоторое время, возможно, так и будет. Но та же Индия, тот же Китай и вообще азиатские страны, они покупают нефть с большим дисконтом. И пока цена на нефть велика, этот дисконт все равно дает определенную прибыль россиянам. Но Россия не может торговать нефтью с дисконтом бесконечно и в случае падения цен на нефть тоже. Почему? Потому что цены на себестоимость российской нефти гораздо выше, чем себестоимость нефти, предположим, Саудовской Аравийской, где она добывается гораздо более дешевым методом. Поэтому, если цены на нефть опять упадут, Россия с таким дисконтом торговать не сможет. И тогда карандец нефтедолларов. А Россия сейчас делает все, чтобы цены на нефть упали. Я объясняю. Россия провоцирует сейчас в Европе, а, соответственно, и в мире, потому что весь мир взаимосвязан, рецессию. Если будет рецессия, если производство упадет, а оно упадет, и в Германии этого ожидает, просто уже прогнозируемо, потому что дешевых энергоносителей больше нет, как из России того же газа. Соответственно, цены на нефть, потребление нефти, цены на нефть тоже упадут. И это практически тоже неизбежный процесс. То есть вот своей, вот этой как бы хулиганской, с хулиганским своим поведением шантажистским на энергетическом рынке Россия смогла временно вызвать повышение цены на энергоносители, но это повышение цены на энергоносители ударит по мировой экономике, вызовет рецессию, и, соответственно, после наступления рецессии эти цены начнут резко падать. Это вот так вот устроена мировая экономика. И здесь, опять-таки, Россия останется без этих нефтедолларов. И это практически, мне кажется, в следующем будущем году неизбежно. Да, к теме нефти мы обязательно еще вернемся. Сейчас хотела бы все-таки еще раз обратиться к теме угля, так косвенно, а больше, наверное, к теме укрепления сотрудничества. Вот пока Россия убеждает внутреннюю аудиторию, что она только выигрывает от этих ограничений всех, и что только крепчает. Все-таки мы на примере Казахстана, который мой коллега только что привел, видим укрепление партнерства. Это нельзя назвать новым партнерством, потому что некоторые поставки были, но, тем не менее, увеличение поставок – это так или иначе некий новый уровень. И вот мы можем говорить, что это значит вообще в перспективе для международной экономики, и что действительно происходит глобальная трансформация, и происходит это все как-то в обход России. Ну, тут есть как бы два момента. Во-первых, мы видим, что так называемые «союзники» в кавычках России, типа Казахстана, используют вот эту ситуацию, созданную тоже российскими властями, кризисную ситуацию на энергогенетическом рынке, ситуацию санкций, в своих корыстных целях. Ну и правильно делают. Собственно, так и устроена жизнь. И ожидать было от Казахстана, что он будет там вечно благодарен российским властям от руководства Казахстана, благодаря Стакаеву, за то, что в свое время российские власти помогли Стакаеву расправиться с манифестантами, с протестующими, значит, и, конечно, было бы странно. И, собственно, Казахстан один из, одна из стран, которая активнейшим образом сейчас пытается занять те рынки, которые Россия вынуждена освободить из-за санкций. И это один мы видим процесс. Другой процесс, что действительно, как я уже сказал, перестраивается мировое хозяйство, мировые взаимоотношения экономические. Например, как мы видим уже сейчас, что роль США как поставщика того же газа в Евросоюз сжиженного, она становится больше, чем роль России. То есть Россия уходит, святое место пусто не бывает. Правильно сказали, его занимает разные страны. Казахстан, США, Катар в перспективе рынок газа, Ливия газ, значит, ну нефть, соответственно, скорее всего, все-таки страны Персидского залива здесь тоже сыграют большую роль. Ну, соответственно, и европейская нефть тоже, и европейцы тоже больше добывают нефть в той же Норвегии. Так что ничего критичного нет. Почему-то Путин и компания вообще считали, да и сейчас, мне кажется, судя по российской пропаганде, почему-то думают, что они такие незаменимые. Но, как говорил один из российских диктаторов, незаменимых у нас нет. Понимаете, и, собственно, в мировой экономике тоже нет незаменимых. Нагадить, конечно, мировой экономике Россия может, и она уже это активно делает, но это дело времени. И более того, нагадить в мировой экономике, она гадит и себе, потому что все в мировой экономике сейчас взаимосвязано, и, как я уже сказал, если Россия спровоцирует мировую рецессию, то эта рецессия ударит и по ней сама. И я все же предлагаю закрепить тему нефти, потому что вслед за российским углем последует как раз российское, будет следующий российское черное золото, так называемое. Германия полностью прекратит импортировать ее 31 декабря, что станет серьезным изменением источников энергоснабжения страны. Об этом заявил заместитель министра финансов Германии Йорк Кукис. Давайте услышим сейчас его прямую речь. Каждый, кто знает историю нефтепровода «Дружба», который уже был инструментом влияния СССР на Восточную Европу, понимает, что избавиться от этой зависимости – нетривиальное дело, но это то, чего мы достигнем через несколько месяцев. Йорк Кукис, заместитель министра финансов Германии. Господин Эйдман, я бы хотел сейчас… Вот вы сказали про разную нефть, и вы говорили о том, что российская нефть не такая уж и незаменимая, потому что там, например, марка «Юрлс» называется. Если коротко, я тоже небольшой специалист, но, тем не менее, там больше присадок, ее нужно больше обрабатывать, чтобы получить в чистом виде саму нефть и потом из нее делать нефтепродукты, как-то бензин, дизель и так далее. Соответственно, а куда тогда может Россия продавать дальше свою нефть? Кому она будет нужна? Потому что мы помним, и куда нефтепродукты транспортировались. Это если вот только что мы услышали «Дружба», это нефтепровод, да? А есть там Самары, Уренгой, Помары, Ужгород – это уже дизель-транспортировка. Вот куда это все будет продаваться? Ну, во-первых, я уже отчасти об этом сказал, и этот процесс уже идет. Они сейчас пытаются сбагривать, что называется, свою нефть на азиатские рынки. Прежде всего, это Индия и Китай. Но я об этом говорил только что. Проблема, кстати, марки Юрл, не в том, что российская нефть, и не только в том, что там какие-то проблемы с ее обработкой, она просто себестоимость гораздо выше. То есть, саудиты, например, в Саудовской Аравии, они могут выгодно торговать нефтью, ну, относительно выгодно, даже при очень низкой цене. А россияне, так как у них нефть гораздо дороже стоит, она добывается в кучу гораздо условий, когда у них технические сложности более серьезные, они могут ее выгодно продавать, просто при гораздо более высокой цене. И сейчас, в связи с тем, что они вынуждены ее продавать, то есть, Индия и Китай с дисконтом, это становится критично. То есть, если цены на нефть еще упадут, и упадут сильно, да, относительно, то, учитывая, что и россияне вынуждены торговать с дисконтом, они в какой-то момент от торговли им просто станет невыгодно. И она нефть российской станет просто нерентабельна. И это был бы, конечно, катастрофический удар по российской экономике. Благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру и за ваши комментарии и разъяснения. Я думаю, что для многих жителей Российской Федерации, которые очень любят хвастаться незаменимостью энергоресурсов, да и в принципе всего, что есть в России, сейчас действительно было большим откровением по поводу нюансов, как это все происходит. Игорь Эйдман, социолог и публицист, был с нами на прямой связи. Игорь Эйдман.